У эйпов пытались научить человеческую речи очень давно. Причем пытались не всякие любители, а корифеи, типа там, я не знаю, Еркс пробовал. Ничего не получалось. Я вам, по-моему, уже говорил. Дело в том, что у эйпов, у человекообразных, совершенно иначе устроена картель. Мы с вами произносим звуки на выдохе, а не на вдохе. Поэтому дифференцировать звуковую речь на отдельные, как говорят, членораздельные, звуки эйпы не могут. Не потому, что они глупы, не потому, что у них мозгов недостаточно, а просто потому, что картель по-другому работает. При этом очень большую роль в жизни эйпов, кроме звуковых сигналов, играют самые разные жестовые сигналы. Но дело в том, что и в людей есть жестовые языки. Допустим, хорошо, глухонемой человек. Он что, вообще не владеет речью, если он не умеет говорить звуками? У него говорящие руки. Вот она, азбука, соответственно. Кто знает, как называется контактная азбука в книге, написанной для слепых? Брайан, конечно. А это палечный Брайан. Кажется, такой значок обозначает некоторую букву. Но дело в том, что палечный Брайан – это язык достаточно медленный. Вам надо, так же, как мы с вами говорим, когда словами, складывать слова из букв. А у глухонемых есть язык, который примерно к пятеро быстрее. Это значительно более удобный переносчик информации, чем наша с вами словесная речь. Это жестовый язык. Дело в том, что каждое движение в случае жестового языка обозначает не букву, а целое понятие. Развит он у нас? Развит. Показываю. Часть этих жестов не требует комментариев никакого. Они и так понятны всем. Хорошо. Но, кроме всего прочего, существуют и стандартные жестовые языки. В частности, американский анслэм жестовый язык глухонемых. И вот пара этих ребят, совершенно дивные исследователи, взяли на воспитание маленькую самочку-шимпанзе, назвали ее Йонни. Росла она и воспитывалась параллельно с человеческими детенышами такого же возраста. И обучали ее не только звуковому языку, которому она, понятное дело, не научилась как следует, но и жестовому языку. В результате Йонни оказалась первой из говорящих обезьян. Значит, ну вот, свои воспитанницы, они осваивают новую систему знаков. Если кому-нибудь попадется в руки такая книжечка, обезьяны, запятая человек, запятая язык, запятая. Это вот как раз про эксперименты с Йонни. Далеко не единственный случай. Допустим, вот это совершенно другой масштаб бедствия. Это юная, на самом деле юная, горилла Коко. Для того, чтобы вы осознали масштаб этого бедствия, вот, пожалуйста, вот это воспитательница. Или вот так. Коко отличается романтическим и художественным таким складом ума и натуры. В частности, на интернет-рынке пользуется большим спросом ее живопись. Она рисует многое с удовольствием. И то же самое владеет, разумеется, не устным, а условно-жестовым языком. При этом, кроме жестовыхов, с многими эйпами работают на компьютерных языках. Для них просто клавиатуры не такие, как видите, пальцы у них не такие ловкие, как у нас. Работать на наших клавиатурах им было бы тяжело. Для них создается клавиатура более отчетливая, с другими немножко значками. Но они достаточно хорошо обучаются на них работой. Вполне себе компьютерные языки созданы специально под ним. Что вам сказать? В случае, когда люди бы ожидали, что обезьяны выучат язык, начнут читать Шекспира или писать как Копкин, конечно, абсолютно не соответствует никакой действительности. На человеческий уровень развития современных обезьян вывести нельзя, а главное, не за счет. Важно, что эти эксперименты хорошо показали, что основы для речевой деятельности у них вполне есть. Они сами строят правду. У них возникают такие феномены, как, допустим, словесный обман, ругаться они сами научаются. А это все варианты отвлеченного мышления. Мышление отвлеченного от практического предмета. То есть, на самом деле, они на окно. Пока нет необходимости, жизненной необходимости усложнять от уровня, развивать от уровня, группы будут на нем находиться веками, тысячелетиями, миллионами лет. Им так хорошо. Возникла проблема с выживанием детенышей. И становится так нехорошо. Надо, для того, чтобы не погибли в вид, выживать будут только те, кто меняется в строго определенную сторону, в сторону усложнения. Поэтому остальное, да и так, вот как это ни странно, говорится так почти всегда. Не было бы счастья, да несчастье помогло бы. Если бы у наших предков все оказалось нормально с деторождения. Произошли бы мы с вами высокоумные, владеющие речью, обладающие сложными, нет, не произошли бы. Так и остались бы в деревьях скакать и банан лопаться. Так хорошо. А вот для решения ряда проблем приходится реализовывать сложные варианты. Сложных вариантов никто не будет. Реализуются только, когда приходится.